Спортсмена в синем протекторе слева по картинке у нас Алексей Владимиров и его соперник Алексей Рудник. Справа в красном протекторе видно невооруженным глазом, что повыше, причем заметно на полторы головы. Спортсмен в синем протекторе, спортсмена в красном, Владимиров в данном случае повыше Рудника. Так вот, датчики, сенсоры, которые находятся в жилете, фиксируют точное попадание ногой. Если это прямой удар или боковой, то это один балл. Удар с разворота по корпусу может принести в одной атаке три очка. Ну и самым ценным считается удар ногой в голову, причем он должен быть достаточно сильным, чтобы датчик сработал. Это тоже три очка. И удар рукой засчитан будет только лишь в одном случае, если это удар по центральной части жилета, четко в солнечное сплетение. Причем очень сильный, сконцентрированный удар, он принесет вам тоже одну очко. Но это, как считается в олимпийской версии тхэквондо, для тех, кто впервые смотрит этот вид спорта, очки. Но можно набирать очки не только за счет результативных действий, можно и за счет ошибок своего соперника. Штрафные есть очки. В данном случае теперь по новым введениям это любое падение. Не важно, если ты падаешь на корт, многие ошибаются, называя покрытие, на котором соревнуются тхэквондисты татами. Но это не дзюдо, не борьба, это корт. Так вот, если на корт ты падаешь, не важно по чьей воле, по своей, из-за соперника, то это уже одно штрафное предупреждение. Желтая карточка, как в футболе, если их будет две. Вот, пожалуйста, блестящая атака в голову от астраханского спортсмена, чистый правый, из левой стойки, три очка. И проигрывая в счете, очень хорошо Рудник сейчас вышел вперед в середине первого раунда. К сожалению, у нас нет графики, сложно ориентироваться тем, кто в тхэквондо мало что понимает. Но, по крайней мере, следите за табло, которое находится за спинами тхэквондистов. Там виден счет 4-1 в данном случае и 25 секунд до конца первого раунда. Так вот, если две желтые карточки, то это автоматически красная и минус балл. Кроме падения, что еще лечет за собой штраф? Это выход за пределы восьмиугольника, вот за границы синей зоны. Это тоже предупреждение. Удар ниже пояса и удар после команды. Это то, за что караются штрафными карточками от судей-спортсменов. Есть садий счет, там на компьютерах просматривают видеоповторы, объективное судейство. И нам повторяют блестящий, просто роскошный удар рудника. Смотрите, как здорово. Правой ногой из левой стойки дотянулся до головы. Так, правила я вам рассказал. Они будут и для женского тхэквондо, и для мужского идентичными. Смотрите, наслаждайтесь. Один ценный такой вот сочный удар, за что любят тхэквондо, мы видели. Удар в голову. Достаточно активно ведет себя рудник Алексей. Владимиров больше контратакует. Владимиров, я напоминаю, в синем протекторе. И Владимиров на последнем турнире, который был в рамках чемпионата России среди юниоров, тогда одержал победу в очном сражении с рудником. И вот сейчас астраханец, представитель Баронежа, по-хорошему мстит, держит удар, хочет взять реванш. Так, у нас второй раунд, экватор второго раунда. Минута 15 до конца, 5-3. Пока ничего не ясно. Вы прекрасно понимаете, что проигрывая в счете минус 2 очка, достаточно один раз попасть в голову, и уже плюс одно тебе, да. В данном случае Владимиров выцеливает эту атаку в голову. И от бога одарен. Смотрите, высокий парень. 12 лет. Это гораздо сложнее Руднику. И очень даже для меня является неожиданностью то, что в этом финале лидирует астраханец. Зрители пока не поддерживают так активно, как во время церемонии открытия спортсменов. Хотя им бы сейчас эта поддержка была ох как нужна. Рамзан Кадыров и все почетные гости этого первенства. Те люди, которых вы видели на церемонии торжественное открытие. И Анатолий Терехов, и главный судья Швед Шелбата. Все они наблюдают из вип-ложи за первым финалом этого вечера. И думаю, что очень довольны качественным тхэквондо. Очень динамичным. Никаких пауз. Смотрите. Вот еще бы нам картинку, если бы по ногам не обрезали, то было бы видно, из какой стойки выходит. Так, 7-3. 7-3. Впереди третий решающий раунд. И меньше двух минут до того, как мы узнаем имя первого чемпиона российского. Первенства Европы по тхэквондо. Для лиц не старше 21 года. В любом случае, это будет россиянин. Это приятная новость. Ну вот кто? Владимиров или Рудник? Я напоминаю, что за последний год в России очень много крупных турниров было проведено. Например, в прошлом году, в 2015-м, у нас в начале весны состоялся чемпионат Европы в олимпийских весах. Очень престижный турнир в Нальчике. Это впервые для России столь крупное соревнование проходило. Потом в мае был вообще чемпионат мира. Доверили нам провести самый главный старт, по-моему, Олимпиады. В Челябинске великолепный турнир прошел. В прошлом году серия мировая гран-при была в Москве. Вот в этом году у нас Грозный и много других крупных турниров. В общем, вектор развития тхэквондо уже не то что смещается, уже давно сместился в сторону России. И все больше и больше лестных отзывов мы слышим про организацию турнира. Ну а в этом финале кульминация, друзья. Революционные изменения в счете. Два, даже три очка смог набрать уступавший со счетом 3-7 Владимиров. И уже 6-7 с разворота была проведена хорошая атака. И сейчас, вы видели, пытался Владимиров сделать то же самое. Подустал Рудник. Не хватило его на три раунда. Продолжает он бить в голову, но явно эта атака не могла улучшаться успехом. Подустал Рудник. 7-7 подустал. И за 20 секунд сейчас уже в свою пользу все может решить Владимиров Леша. Поактивнее, поактивнее призывает Рудника тренер. 7-7. Какой красивый финал. Какая обоюдоострая борьба. И, похоже, вышел вперед Рудник. Уклоняется он от атаки. Да, он имеет право выйти за пределы корта. Он получит предупреждение, о чем я вам говорил. Но если это карточка только первая, здесь уже тактическая борьба, которую, несмотря на свой юный возраст, выигрывает Владимиров. Очень волевая победа, друзья. Да, в футболе тоже команда, которая ведет в счете, имеет право подержать мяч. Попробую отбери. Так и здесь, как Ван До. Он решающий удар нанес. Повел в счете 8-7. Проигрывает 3-7. Вышел за пределы корта. Получил штраф. Но он только был первым для Владимирова. Поэтому счет останется прежним. 8-7 в концовке третьего раунда. Первым чемпионом Грозного становится Алексей Владимиров из города Воронежа. Мы поздравляем Алексея и его тренера Романа Ходина с этой долгожданной победой.